Получить опыт, заработать стаж и открыть собственный бизнес. Об этом мечтают многие. И мечты вполне могут стать реальностью. Стоит лишь поверить в себя и приложить некоторые усилия. Герои нашей программы – живой тому пример. Филолог и юрист по образованию Евгения Домышева работала и журналистом, и менеджером по рекламе, и страховым агентом. Набиралась опыта, училась находить клиентов, общаться с людьми и распоряжаться финансами, чтобы достичь главной цели – открыть свое дело. Всегда хотелось заняться чем-то своим. Очень долго это обдумывала, и муж меня в этом поддерживал всегда, и родители подталкивали также. Хотелось меньше от кого-то зависеть, зарабатывать больше для своей семьи, для себя. Первый шаг – выбрать сферу деятельности. Связывать частный бизнес с уже испытанными специальностями Евгения не хотела. Проанализировала рынок, посоветовалась с близкими и решила – это будет типография. Практически каждому нужны визитки. Мы пользуемся календарями, любим, когда нам дарят открытки, рассматриваем брошюры, проспекты. Поэтому я подумала, что это очень будет востребовано. Взять ответственность за себя и своих работников – именно это было самым сложным на первых порах, признается Евгения. Пугает и страшит, но надо рисковать, надо пробовать, и я не пожалела на самом деле. Интересная работа, и коллектив у нас интересный, который и профессиональный, и надежный, и в то же время он креативный, и веселый. Кстати, укомплектовать штат оказалось непросто. В типографии сегодня трудятся всего три человека. Встречая кандидатов на собеседованиях, предприниматель хорошо представляла, кто ей нужен. Например, каким должен быть дизайнер ее компании. Он ответственен в первую очередь. Ответственность очень много, значит, образованным, потому что от него зависит очень много. Он делает макеты. И, конечно же, креативным, общительным. Родные и близкие поддержали не только словом, но и делом. Бизнес Евгении Домышевой – семейный. Мне помогает папа мой, который у меня и печатник, и водитель где-то. Еще на стадии разработки бизнес-плана Евгения узнала, помочь могут не только самые близкие. Поддержку предлагает и государство. Например, аренда помещения на льготных условиях в городском бизнес-инкубаторе. Вот они помогли, действительно, и до сих пор помогают, потому что прекрасное помещение, светлое, оборудованное, где небольшая аренда. Очень приятная, очень выгодная и очень хорошо. Бизнесмен – это не просто директор. Это управленец, менеджер, кадровик и юрист в одном лице. Предприниматель чаще всего должен сам решать вопросы уплаты налогов и страховых взносов, ведения бухгалтерии и оформления договоров. В первые месяцы разобраться во всех тонкостях было непросто. Сложно, до сих пор сложно, на самом деле. Вот год заканчивается, я начинаю вспоминать так, какую-то декларацию, где-то пенсионный фонд. Вот начинают там дергаться, но опять же тоже есть экономисты, к которым я обращаюсь, к которым мне помогают. И стараюсь, конечно, быть законопослушным предпринимателем. Прежде чем сделать первый шаг на пути к своему бизнесу, стоит хорошо подумать. Не только объективно оценить жизнеспособность идеи и просчитать риски, но и в собственных силах убедиться. Самое главное – это не бояться работать. И знать, что работать придется много. Естественно, это нужна и сила воли, и характер, и сдержанность где-то. Но я думаю, вот это самое главное. Секрет успеха любого бизнес-проекта в постоянном движении вперед, в непрерывном развитии. Я мечтаю о том, чтобы я купила еще новое оборудование, чтобы у меня был большой дружный коллектив, чтобы из цифровой типографии мы выросли во все это. Очень хочется, очень мечтаю. А это еще одни резиденты бизнес-инкубатора. Владимир Пилипенко и его напарник для своего бизнес-проекта решили выбрать сферу, которая сегодня активно развивается. Многие телефоны, другие гаджеты, они все с выходом в интернет. Поэтому практически все вокруг нас сейчас завязано на IT-технологии. То есть приобретение, знакомство, общение – все это идет через интернет практически. Поэтому мы решили заниматься этим направлением. Весьма актуальна. Они готовы помочь не только разработать веб-сайт, но и открыть, например, интернет-магазин. Или создать корпоративный портал. Сегодня программистов, способных предложить подобные услуги, на Курском рынке немало. Да и специалисты из других регионов – серьезные конкуренты. Этот бизнес позволяет конкурировать не только на уровне, скажем, нашего города, но и по стране, в том числе и с рубежом. Но пока, конечно, это город Курск. Но ведь здоровая конкуренция – это не враг бизнесу. Это стимул для движения вперед. Интересно. Это создает, есть точно энергия в этом. Потому что если мы имеем конкуренцию, если есть конкуренция в городе, то нам есть где развиваться и где расти самим. На рабочем месте каждый день 4 человека – руководители и технологи. Но в штате немало и других специалистов. Работа в компании нашлась даже для психологов. Очень сложно бывает общаться с людьми, которые не имеют никакого общения и не всегда не понимают друг друга. Поэтому даже на этапе формирования заказа, тогда, когда готовится техническое задание, очень часто возникают вопросы. И клиент, и исполнитель не понимают, что они хотят друг от друга. И это серьезная проблема. Успешно стартовать проекту помогли в городском бизнес-инкубаторе. Владимир Пилипенко и его напарник тоже не упустили возможность и пользуются услугой льготной аренды. Нормальный офис с интернетом, с доступом, так, чтобы можно было доехать удобно. То есть это большой плюс. Такие льготы – услуга временная. Через три года помещение придется освободить для других начинающих предпринимателей. Однако Владимир уверен, за такой срок можно встать на ноги. Как только это идет на поток, то есть как только появляется стабильность, уверенность, уже знаешь, что делать дальше, тут нечего бояться. Абсолютно. Было бы желание, и были бы нормальные люди, с кем работать. Помогают и тем, кто только планирует открыть свое дело. В 2013-м началась реализация проекта «Успешный старт». Он ориентирован на студентов. Давид Адамян диплом получит в этом году. Еще на третьем курсе решил – будет предпринимателем. Человек, который имеет свой собственный бизнес, он является сам предпринимателем, он сам за себя в первую очередь отвечает. Я думаю, что в первую очередь это всех привлекает сегодня. Независимость. Бизнес-плана пока нет, зато перспективная идея, позаимствованная за рубежом, уже созрела. Давид хочет создать агентство по переселению. Все это будет связано как с купли-продажей недвижимости, так и с процессом переселения. Организация переезда, организация устройства детей в школу, организация устройства в поликлинику и так далее и тому подобное. Компенсировать отсутствие опыта и стартового капитала поможет новый проект. Уже в марте начнется обучение. Лекции по налоговому праву, бухучету, юридические тонкости. Кроме того, поддерживать ребят будут наставники, состоявшиеся предприниматели. Они будут курировать по несколько проектов в определенном сегменте. И студенты будут иметь возможность не только у них чем-то научиться, но и, возможно, в будущем приобрести делового партнера. В процессе обучения студентам помогут скорректировать бизнес-планы. В мае на конкурсной основе выберут 10 самых перспективных проектов. Их авторы смогут рассчитывать на льготное финансирование. Кстати, перспективы есть и у тех, кто конкурсный отбор пройти не сможет. Специально для студенческих бизнес-проектов будет организована ярмарка. Это шанс представить свои идеи инвесторам и, возможно, получить внебюджетное финансирование и поддержку. Редактор субтитров А.Семкин